Пожарная машина возле входа в спортивный зал, кинологи с настоящей собакой-ищейкой, патрульный автомобиль ГИБДД. Кажется, что в интерактивно-познавательном центре Академии Плодородия и ФОКе на призыватской территории Балаковского филиала АО «Апатит» идут учения спецслужб. Отчасти это так, только учение, точнее обучение, проводится для подростков участников квеста-фестиваля «Агенты безопасности-2024». Проект создан и реализуется в ОСАГР совместно с правоохранительными органами. На базе корпоративных музейных интерактивных центров городов присутствие компании уже более трех лет. Отзывы и от детей, от их родителей, от педагогического состава, от правоохранительного блока тех регионов, где мы реализуем эти проекты, они, безусловно, положительные. Дети, конечно, приобретают и новые знания, и растут достойными гражданами нашей страны. Кроме того, мы видим в этом и какую-то социальную роль, поскольку в это вовлекаются и дети наших сотрудников, и дети, представляющие наше движение ДРОС, Детям России, Образование, Здоровье, Духовность, да и просто, в общем-то, горожане, те люди, которые живут в регионах присутствия компании «Фосагров». В течение года в образовательных учреждениях Балакова проходят информационные мероприятия, в рамках которых ребята получают знания о жизни без опасности, узнают, куда звонить в той или иной ситуации, как не попасться на крючок мошенников в глобальной сети и так далее. Источник информации – специалисты IT-сферы, сотрудники правоохранительных органов, эксперты-криминалисты, пожарные спасатели. Когда материал пройден, наступает время проводить фестиваль. Вот и на этот раз собрались шесть команд. Объединение «Юные друзья полиции», «Школа номер 7», «Фосагра-класс» «Школа номер 25», а также спортсмены Дрозд Балакова, студенты Балаковского инженерно-технологического института и Поволжского колледжа технологий и менеджмента. Все спокойны и радостны, уроки усвоены. Эти знания пригодятся, как минимум кибербезопасность, вот в интернете. Сейчас очень много детей сидят в интернете, им важно объяснять, как нужно себя там вести. Мы сначала проходили по кибербезопасности, близкую мне тему, довольно-таки быстро прошли. Потом пошли пожарные безопасности, спасение людей и в спорт. То есть направления разные и довольно-таки интересно проходить. Самое, наверное, тяжелое – это спорт, потому что мы не были готовы к этому. Самое простое и, наверное, интересное – это с собачками, с кинологами, с кибербезопасностью. Тоже было интересно, так как в оснащенной лаборатории нам проводили мастер-класс. Каждый год проект охватывает разные школы для того, чтобы как можно больше детей получили жизненно важные знания. Например, в этом году впервые агентами безопасности стали ребята из 7-й Балаковской школы, а также команда из объединения «Юный друг полиции». А вот ученики подшефной 25-й школы – уже опытные агенты. Большое количество детей уже знакомы близко, не понаслышке, с службами, которые обеспечивают безопасность граждан. Мы имеем возможность показывать ребятам в реальных условиях, как работают кинологи, криминалисты, пожарные. Дети увлечены, детям нравится, несмотря на то, что это старшеклассники. А я представляю, малыши здесь просто визжали бы от восторга. Несмотря на то, что итоговый квест проходит в формате фестиваля, мероприятие предусматривает прохождение этапов на время, а значит и определение победителей призеров. В этот раз сильнейшими оказались спортсмены Дроздята. Второе место у учеников 10-го фосагрокласса, а третье завоевала школа номер 7. Призерам вручили кубки и медали, и все участники, независимо от занятого места, получили подарки. Отдельно нужно рассказать еще об одном мероприятии, которое состоялось на фестивале. На празднике торжественно открылась передвижная интерактивная выставка «Правовое дело», которая рассказывает о законах, правах, обязанностях граждан России. Красную ленточку перерезали почетные гости. Очень полезная, очень перспективная выставка. Я даже поучаствовал в викторине, правда, не по уголовному, а по семейному праву. Но набрал 100%, так что у вас все правильно. И, конечно же, очень здорово, очень большой плюс, что эта выставка передвижная. Интерактивная экспозиция будет работать в различных школах Балакова, помогая ученикам повышать свою правовую грамотность. Это еще один шаг к безопасности ребят, который делает компания «Фосагра».